всем привет друзья с вами дмитрий и канал деревню сегодня наступило время когда пора снимать наши воздушные отводки кто-то у нас спрашивал как они себя чувствуют и вот мы не знали до этого времени на дворе у нас октябрь месяц стоит вот и сейчас мы будем снимать вот уже снято 3 отводочка с одной яблоней сейчас мы будем снимать остальные чик вот это однолетняя была молодая у нас веточка яблоня очень вкусно это по-моему осенняя полосатая если не ошибаюсь торт называется сладкая вкусная так еще одна это более взрослая более взрослая но таких развилок на ней нет возможно это тоже какая-нибудь но может двухлетняя вот уже пять отводочков внутри субстанция у них такая влажненькая не знаю были ли здесь заморозки ну хочется надеяться что заморозков не было особых и заморозки обычно они на почву выпадают так что я вижу я вижу третий отводок оказывается мы сделали их три чуть не упустил это видимо с травой вместе упал вот он его видать в юм заплел и трава какая-то тут тоже какой-то двух или трехлетний веточка вот мы сейчас это разворачивать не будем это все будет погружено в машину и уже дома по приезде разберем покажем и расскажем нам потому что самим интересно что из этого всего вышло ну что поехали дальше в общем вот ребята перед нами лежит 14 отвод очков которые мы делали в начале лета еще как бы когда только только там цветочки бутончики какие-то были какие-то мы успели по отрывать цветочки бутончики какие-то нет поэтому пара веточек у нас получилось что на них яблоки это не очень хорошо потому что это снижает шансы корнеобразования но благо что мы их дублировали у нас было по 2 по 3 веточки на каждом на каждой яблони отводков поэтому надеемся что хотя бы одна веточка сработает здесь у нас предположительно три сорта осенняя полосатая антоновка красный богатырь и возможно что тут нам неизвестно но не им то есть но не им мы их там подписали как дальняя которая там вдали растет но все сорта такие нами помечены которые мы тут в течение восьми лет наблюдали сладкие вкусные со своими особенностями вот конечно лучше брать веточки которые у нас вот такого плана молодые какие-нибудь однолетние одно двухлетний максимум да но мы эту информацию поздно узнали и поэтому у нас некоторые веточки такие довольно уже ветвистые вот какая-то например дерево прямо уже практически готовое дерево тут наверное трехлетняя какой-то вот возможно здесь ничего не будет у всех у них вот эти вот комочки такие влажные по ощущению то есть не сухие если там какие-то корешки зародились то им есть чем питаться надеемся что если тут были какие-то заморозки то они их не сильно побили они все у нас подписано так скотчем наклеили на них меточки подписали название чтобы знать откуда это что вот и дома уже по приезду мы разберем и покажем то есть спустя несколько часов мы будем дома а для вас пролетит сущее мгновение и следующий сюжет будет как раз про корешки ну вот все ребята вы уже дома саженцы у нас на столе так называемые сейчас будем приступать к разбору полетов поехали самим интересно эксперимент впервые был проведен поглядим что у нас из этого всего вышло это у нас мог сорт яблони предположительно называется красный богатырь это была привитая ветка к основному яблонида была привитая веточка которая разрослась хорошо на ее базе мы решили сделать вот такой воздушный отводок аккуратненько как сапер не дай бог сломать вот так вот он наш надрез видим но такие зачатки наверное что ли я не знаю как это можно назвать пупырышки такие корешков но корешков как таковых нет как таковых да вот чтоб беленькие какие-то корешки были такого у нас не видно этот нарост такой появился с двух сторон но корешки не образовались как таковые да да вроде как нет ну вернем на место все это дело сейчас завернем давай следующий посмотрим здесь веточки сколько лет осенняя полосатая предположительно здесь у нас был торф с песком торф не кокосовый субстат ой прошу прощения да кокосовый субстрат с песком не докопаться не с той стороны так ну вот мы вскрыли все это дело разобрали вот тут картинка несколько другая как бы тоже нарост тоже здесь я засовывала щепочку внутрь поднимала кору вот здесь это кора и я из-под нее только что вытащила щепочка вот здесь похоже что что-то как будто что-то такое завязывается нечто похожее на корешки а может быть это кора или есть просто несколько да это наверно кора корешков не наблюдаю буду считать что это не получилось это у нас образец номер три тоже мог осенняя полосатая ветка походу трехлетняя то есть веточка такая уже взросленькая посмотрим я предполагаю что здесь тоже ничего у нас не будет кроме такой даже вообще нарост не очень-то возникли не то что там корни образования ну вот что-то беленькое пошло возникать выпуклости такие вот в принципе наверное такие можно будет оставить на вот тут что-то пошло в принципе я думаю мы можем в домашних условиях попробовать это сохранить хотя не знаю насколько это попробуем посмотрим если она не начнет сохнуть то может быть ничего и чуть позже вскрыть посмотреть но пока вот так третья ветка со знаком минус пока ничего ну мы понимаем что это взрослые веточки наверное оптимальнее было бы поменять время мы продолжим этот эксперимент поменять время отсечки коры и брать более молодые веточки вот эти мы брали еще без уточненных знаний делали взросленькие двухлетние двухлетние это я сейчас скажу это дальние яблони которые мы не знаем неизвестный сорт но сладко и вкусно так это у нас кокосовый субстрат есть на рост не ух ты что-то такой белеет сейчас мы это дело все отрежем но только в одном месте в одном месте что-то беленькая свеженькая ну вот надо сказать что мы ничего не поливали никак не смачивали то есть есть вот это вот уже корешок это же корешок и даже не один все это я возвращаю то есть вот на то же самое яблони тот же самый субстрат иногда тебе более подходящая веточка была молоденькая молоденькая да мы эти саженцы которые у нас дали корешки сейчас вот с этим вот совсем он который был вокруг возможно еще мха добавлю из тех которые не удавшиеся получились посадим горшочек землей поставим в холодное место но ну такой чтоб холодно но не чтобы корешки не применю не промерзли не как бы такая будет домашняя школка ну плюс 5 плюс 10 так вот у нас на разделочном столике еще одна ветка с той же самой яблони то есть мы там три сделали потому что ошибку нам это явно не нравилось да мы на всех постарались на всех сортах яблони которые нам нравились мы постарались сделать дубликаты две три потому что получится не получится ответить из двух одна точно дала корешок корешки сейчас посмотрим что у нас тут я считаю что можно оставить вот это беленькое вещество мне кажется это не что иное как зачатки яблони все таки значит вот эти три яблоньки веточку не отложим антоновка это молодая двухлетняя скорее всего сейчас мы попробуем вскрыть антоновка это какой-то субстрат опять значит это говорит о том что это более поздние были просто веточки не задалось не задалось с антоновкой хотя я слышал мнение что у антоновки более она менее капризная такая более склонна к корнеобразованию да ну и посмотрим посмотрим пока вот так вот не будем ее сохранять ну эту наверное нет хорошо тогда у нас ничто не пропадает это кто? это скорее всего осенние полосатые но старенькие веточки чуть ли не четырехлетние это молодая молодая которая яблонька была которая стоит во дворе она молодая сама по себе в принципе посмотрим то что она осенние полосатые это не гарантированно так это у нас мог ну так из первых экспериментов еще то есть у нас там было две серии одни были с мхом другие были поэтому вот по незнанию сделали и даже были попытки завязать какие-то на рост такой мощный получил слушай мне кажется там корень я не буду разворачивать там есть маленький беленький волосочек вот я могу попробовать видите вот все я не буду чтобы не оторвать его этот ком мы оставим несмотря на то что она взросленькая она все равно попыталась выжить да это мы кладем вот сюда где у нас образцы а это вон? это мы наверное а это вообще кто? это Антоновка была это Антоновка была неудачная да так это у нас кто? сейчас скажу это тоже синий полосатый тоже мох тоже может один из первых экспериментов да вот это что такое? это я не знаю где народ вот это похоже на древесные какие-то крышки если это не по мху ну надо развернуть так не поймешь папа что тут? вот это что такое? это корни? это корни прямо? это корни корни у меня образовались и много и много ребята смотрите какие корни это корни от дерева вот они вот они вот они мирно называемые все при том что веточка такая судя по всему взросленькая вот что интересно что интересно получается что не факт что взрослая ветка яблони не может прижиться получается что может видимо тут сработали какие-то разные может быть какие-то генетические предрасположенности этого дерева породные особенности может быть это время когда мы это делали но это мох там субстрат был то есть может это личная сила или иной яблонь это у нас идет или ветки это яблонь да это красный богатырь это то яблонь то яблонь которую бы я очень хотела это это ветка срезана с привитого когда-то предыдущим хозяином отводочка то есть он разросся и вот на нем были молодые ветки мы попытались и вот так вот поэкспериментировать основная яблоня там непонятный сорт но к ней привит красный богатырь и вот от этого красного богатыря мы в свою очередь отрезали веточку замотали хорошо ну кстати благодаря этому я просто берегу тебе ну понятно да потому что корни оказывается могут еще и на поверхность поступать возможно благодаря этому у нас все так сыро мокро мы ничего не поливали но как видите субстраты мок у нас довольно мокрые получились что-то здесь как-то тут вообще натекали стволы или просто хранатали да натекали вот просто маленькая и ничего не получилось да что-то как-то беленькое вот тут что-то беленькое есть такая попытка вот если посмотреть ну не беленькая желтенькая но отсечь какая-то маленькая была короче да ну я думаю считать неудачная да так кто-то у нас следующий антонок следующий у нас идет тоже красный богатырь но у нас по незнанию на одной на одной ветке были яблоки то есть вплоть до того что цветы мы я потом позже обрывала цветочки а на этой похоже не было цветочков и она очень такая плодоносная либо на этой либо на той которая только что была у которой неудачно было эксперимент ну сейчас вскрытие покажет субстрат ну здесь на ростик побольше точечки вот есть которые вроде как обещали ну да ну таких откровенных корешков вот там снизу вот да мне тоже показалось что вот тут что-то такое посмотрим я почему-то склонна присадить ее в земельку присадим посмотрим антоновка мох взросленькая раз два трехлеточка вот сеченых мох это значит одна из первых что это? это я не знаю это может вообще плесень не должна образовываться во мхе ну вообще да вот такой антисептик так ну вот виден нарост нарост хороший плотенький двойной ну вот они смотри они начали а вот корень же корень это же корень да чуть не оторвало или это мух это наверное мух мух все-таки непонятно но я не буду отрывать однозначно эта веточка имеет потенциальная возможность отрастить корешки поэтому мы вернем ее в ту среду в которой она пребывала ну смотри почки прям вот эти да лезут мух он просто видимо вклеился туда встроился ну это мух но у него есть все шансы вон смотри вон смотри все возвращаем назад чтобы не сушить мы с Антоновкой продолжим эксперимент ну и большей долей вероятности вот эта веточка тоже была из первых и на ней были яблоки точно знаем потому что когда вот мы последний раз ездили Дима когда отрывал отрезал ее он сказал с нее яблоки посыпались это та с которой мы были и она взрослая это у нас какая-то зимняя яблонь неизвестная нам сорта по-моему но она такая прямо зимняя что прям вот зимняя прям тебе не в ноябре можно яблоки собирать но ее морозы не бьют эти яблоки выдерживают даже морозы они только вкусными становятся как крупно слаще это да одна из первых была сделана у меня последняя так это мороз вот ну кстати потому что так легко открылся наверное тут как с корешками то ну посмотри они тоже как бы да вот пытаются вон там есть маленькие такие отрусочки вот они вот они шишечки зародились но не разродилась корешками да пока не разродилась но я считаю что ее можно оставить в работе в работе не смотря на возраст почти приклонный и последний экземпляр это та же самая зимняя яблоня но она уже это буквально два двухлеточка но она уже была сделана с учетом вот этих пониманий того что не надо делать толстую с нее были обороны все цветочки и сейчас мы посмотрим так так у нас субстрат был более позденький вариант ну как то вот не пошло что то пошло не так не пошло несмотря на то что это молоденькая веточка и я делала задиры под кору засовывала щепочки ничего здесь не образовалось это неудачный эксперимент значит что мы сейчас делаем принесли землю садовую такой чернозем красивый принесли горшки в которые сейчас насыпаем земли и посадим туда наши вот эти вот новоявленные саженцы которые у нас вызвали интерес у которых есть какая то перспектива у нас получается 14 было таких вот отводков сделано и из них 1 2 3 4 5 6 7 вот один вот этот просто лидер и прямо как есть может быть только секатор может быть мы сейчас еще отрежем вот этот хрустик да уж совсем а может и не будем ничего отрезали присадили сейчас надо будет присыпать вот и будет у нас такой вот саженец здесь я сейчас насыпаю кокосовый субстрат который был из других деревьев из других отводков он уже стоит и сверху я сейчас доложу землей и поставим как мы уже говорили у нас прохладном помещении детский садик создадим зиму или очень глубокую осень мягкую европейскую зиму да ты что-то завила в юм итак друзья мои если подвести итог то у нас получилось что 8 потенциальных вот этих отводков дали какие-то вот где-то корешки где-то просто перспективы надежды один просто мы проглядели я сначала сказал 7 но при ближайшем рассмотрении оказалось что еще один отводочек тоже имеет некие такие зачатки корешков поэтому мы решили дать всем вот этим перспективным отводкам шанс они как видите у нас усажены в такие вот горшки садовой землей они у нас подписаны то есть свое обозначение где это яблоня произрастала сорта мы не очень не все знаем просто вот допустим там дальние это мы знаем о какой яблони идет речь осенние полосатая и так далее вот это рекордсмен у нас где просто весь мук был пронизан корешками несмотря на то что веточка довольно взрослая наверное трех а может быть даже и четырехлетний тем не менее она дала больше всех корней вот поэтому выводы делайте сами три яблони у нас буквально с корнями получились прям с корнями с бородой значит три наверное получились с такими один корешочек есть как бы есть перспектива что он дальше будет развиваться возможно а еще две яблони у нас получились ну просто надежда пупырок есть много из которых могут развиться корешки ну дарим шанс да решили дать им шанс ну надеемся вам понравился наш эксперимент будем скорее всего отслеживать дальше потом когда уже высадим в грунт ну естественно будем делиться с вами рассказывать показывать кстати вот хотел дополнить я из оставшиеся яблоньки вытащила мох который вот не получилось ничего уложила мох поверх чтобы это был как слово слово забыла дренаж нет не дренаж компон ну ну подписчики подскажут мульча мульча да скорее всего который сохраняет влагу и до 4 для 4 не хватило у нас лес буквально в 15 лет да у нас во дворе мох растет он на огороде соберем мох короче говоря и уложим чтобы влага поливать зимой их много нельзя просто создадим им такие темные полутеплые полуховодные условия пусть они себе зимуют а весной будем высаживать в общем вот такой вот у нас зимний сад получился осенний осенний да из восьми яблонь сколько выживет не знаем будем следить ну в общем прощаемся с вами всем пока до новых встреч тихо